Друзья мои, всем огромный привет! Меня зовут Катя и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено 10 вещам, без которых я не могу обойтись осенью. Это будут те вещи, которые я ношу в повседневной жизни, которые составляют базовую часть моего осеннего именно гардероба. Я буду очень рада поделиться этим с вами. Друзья мои, также подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх этому видео и подписывайтесь, заходите в гости ко мне в инстаграм. Я всегда вас там рада видеть, всегда рада вашей поддержке. Ну что, наливайте себе чай или кофе, давайте начинать. Первая вещь, без которой я не представляю своей жизни, это черное пальто. Черное классическое двубортное пальто, оно должно быть ниже вашего колена и где-то до середины щиколотки. И обязательно берите на несколько размеров больше, потому что базовое классическое пальто, оно должно подразумевать то, что вы вниз еще сможете надеть костюм какой-то с плечиками, надеть большой свитер. И вы не должны в этом выглядеть тесно, вам должно быть комфортно и удобно. И это вещь, без которой я серьезно не представляю своей жизни, я без нее не обхожусь никогда. И сколько я себя помню со школы еще, я постоянно покупаю себе черное пальто практически каждый год. Для кого-то это скучно, но для меня, благодаря этой вещи, создается именно тот образ, который я хочу в себе подчеркнуть. Поэтому это прям моя любимая вещь и она находится на первом месте в этом списке. Следующий элемент гардероба это жакеты. И жакеты могут быть абсолютно разных цветов, разного фасона, кроя, вообще все, что угодно, все, что вы найдете, все, что вы выберете. Но я бы все-таки присмотрелась к классическому жакету Oversize, который будет немножко больше, чем вы, потому что он подчеркивает таким образом вот эта мускулиность, она подчеркивает вашу женственность, вашу утонченность. Делает вас более хрупкой, потому что, ну вот, такие вещи, они имеют такое свойство. У меня жакет вот этот из Zara, единственный его момент, что он у меня укороченный, у меня нет такого прям супер идеального Oversize жакета, вот как этот, например, который сейчас на мне в кремовом цвете, он как раз-таки Oversize, и это идеальный жакет. Если бы этот жакет у меня был в черном цвете еще, то на жакетах я бы в своем гардеробе поставила точку. Пока что в качестве примера я привожу вам вот такой укороченный, который у меня есть, и также у меня есть жакет из Zara, он более легкий, вот такой в гусиную лапку, однопортный. Кстати, это достаточно тоже такой, знаете, универсальный классический принт, который, в принципе, имеет место быть в вашем базовом гардеробе, но вот присмотритесь к чему-то такому более классическому. Да, ребят, в моем гардеробе в повседневной жизни преобладают черные, простые, базовые, либо лаконичные какие-то цвета, то есть абсолютно такие простые, без всяких каких-то изысков. Даже зачастую я сижу, например, в видео в какой-нибудь кружевной блузке или в чем-то таком более нестандартном, но в повседневной жизни, ну, я буду с вами откровенна, я ношу более простые, лаконичные, утонченные такие вещи, которые вот подчеркивают какие-то мои моменты. Следующая вещь, которую составляет мой базовый осенний гардероб, это белая рубашка. У меня в этом сезоне такая немножко нестандартная белая рубашка, но в принципе подойдет любая. Я бы советовала вам покупать рубашки в мужском отделе, потому что в женских отделах зачастую рубашки делают, ну, сейчас уже меньше. Знаете, в женских отделах зачастую продаются такие рубашечки, вот особенно офисные, немножко приталенные. Это, конечно, все хорошо, но на самом деле это не так классно смотрится, как кажется, когда вот эта вот грудь в облипку, талия в облипку, руки в облипку, и здесь такой ворот. То есть это не очень хорошо, еще у нас складывается гармошка зачастую. Все же присматривайтесь к рубашкам, к оверсайз, к свободным, ну, не до такой степени, что вы как шарик, да, все-таки в уместном таком формате. И такие рубашки зачастую вы можете найти в мужских отделах. Самые базовые, простые рубашки, и на женщинах они смотрятся очень красиво, очень сексуально, очень уместно. И я бы вам порекомендовала к ним присмотреться. В качестве примера я вам показываю рубашку, которая, в принципе, в трендах еще до сих пор, ну, относительно. У нее такой кружевной воротничок, здесь пуговички идут, она оверсайз, и, кстати, она как бы претендует на сужение талии, что мне не очень нравится. Но я заправляю ее обычно в джинсы или в брюки, и она смотрится очень хорошо. Следующая вещь, без которой я тоже не могу представить как осенний, так и свой зимний гардероб, это черная водолазка. У меня в этот раз водолазка с таким воротничком, обычно я покупаю водолазки, которые с подворотом идут, с таким здесь на вороте. Черная водолазка это та база, которая тоже должна быть в гардеробе, я считаю, вообще каждого человека, как женщины, так и мужчины. Это то, что вас просто выручит, спасет в любой ситуации. В одно время, знаете, у меня был период года два назад, год назад, когда я в повседневной жизни, я каждый день носила только черную водолазку. Меня ничего абсолютно не смущало, я меняла свои образы, но за основу всегда выступала черная водолазка. И знаете, вы чувствуете себя в этой одежде достаточно уверенно, комфортно и стильно, что самое главное. Иногда действительно достаточно одной простой вещи, вам не нужны какие-то изыски, какие-то рюшечки, какие-то кружевы. Вам достаточно иметь просто очень качественную, хорошую базу, которая будет подчеркивать ваши достоинства, украшать вас. И таким вещам как раз-таки это свойственно. Поэтому я всем вам советую тоже купить такую вещь. Во-первых, это очень тепло, комфортно, действительно удобно, и вас ничего не должно стеснять в такой одежде. Вы должны чувствовать себя вот прям комфортно. Потому что зачастую создается впечатление о человеке по движениям, по тому, как он себя ощущает, насколько раскованно в собственном образе. Потому что если нам что-то жмет где-то, вы знаете это ощущение, да, девчонки, когда ты прям боишься повернуться неправильно, потому что где-то живот выпирает, там, я не знаю, джинсы, например, жмут. Где-то еще что-то. И как бы это уже ограничивает вашу свободу, ваше выражение себя. Да, то есть, ну, все. Поэтому обязательно покупайте вещи себе по размеру. И не бойтесь брать что-то на размеры больше. Я говорю, у меня какая-то одежда бывала на три размера больше. И вот, например, пальто, которое я вам первое показывала, оно на два размера у меня больше. Это, наоборот, только украшает и никак вас не портит. Следующая вещь, естественно, без которой мы не можем, наверное, все себе представить гардероб осень-зима. Вязаные свитера и вязаные вещи. У меня есть вот такой большой свитер. Очень классная вещь в бежевом оттенке, да, наконец-то, а не в черном вы будете радоваться. И, конечно, без свитера я не могу представить свой гардероб. Потому что вы сможете надеть его и с юбками, и с джинсами, и с брюками. И даже с платьем комбинация, например, надевают такие свитера. Поэтому свитер точно не будет лишним в гардеробе, наверное, каждого человека. И, конечно, в моем осеннем гардеробе это прям основная такая вещь. Следующая вещь, без которой я не представляю свой базовый осенний гардероб, это кожаные брюки. Кожаные брюки я открыла для себя прошлой осенью, по-моему. Да, прошлой осенью, наверное. Я уже показывала их в каких-то своих видео. Это обычные брючки из кожзама, на самом деле. Но они невероятно качественные. То есть я даже, когда их покупала, я не рассчитывала на такое качество, на такой срок службы. И они действительно казались практичной и удобной покупкой моей, которая сейчас составляет базу моего осеннего гардероба. Знаете, они очень классно смотрятся, конечно, с оверсайз вещами. Я очень люблю надевать их, чтобы ножки были такие, как будто бы худенькие. И сверху у вас такие объемные свитера, либо какие-то объемные рубашки. И внизу, например, грубые ботинки. Это очень классный образ. Я обычно на съемки в таком образе езжу, по работе, если я снимаю что-то. То есть для меня это прям составляет такой повседневный хороший гардероб. И еще в них невероятно тепло. Я даже не знала, что они так будут греть. Поэтому это тоже плюс к нашим осенним реалиям. Следующая вещь, это на самом деле ботинки Martens. Я их обожаю. Купила их в прошлом году и вообще ни разу не пожалела. Вначале я их, конечно, разнашивала около месяца, но потом нога привыкает. Они как-то растягиваются и подстраиваются под вашу ногу и вообще становятся незаменимыми. Я, наверное, проносила их всю зиму и всю прошлую осень, не снимая. Вот у меня были зимние сапоги, у меня были осенние сапоги, но я носила Martens вообще со всем чем угодно. С юбками и с брюками я их надевала. И как раз таки вот с этими кожаными брюками это прям составляло мой такой повседневный образ. Поэтому хорошие качественные ботинки в такой грубой форме это достаточно универсальная вещь. И даже если вы, например, любитель женственных образов, эти ботинки зачастую только могут подчеркнуть вашу женственность, если их умело сочетать с чем-то. То есть они красиво соберут ваш образ и это прям добавляет такого небольшого огонька. Правда, очень классно смотрится. Я думаю, вы замечали на прохожих на улицах, либо на фотографиях в инстаграме. Следующая вещь это кардиган. К сожалению, у меня только один кардиган из Massimo Dutti. Я бы хотела еще в черном цвете приобрести что-то такое более классическое и может быть даже в каких-то кремовых оттенках. В общем, кардиган я тоже очень люблю. И с кожаными брюками смотрится очень здорово. Немножко подзаправленный вовнутрь. С джинсами будет классно смотреться. То есть, ну, тоже достаточно универсальная вещь. Знаете, когда большой такой вязаный кардиган, девчонки надеваются струящимися юбками и, например, с мартенсами, это смотрится так классно. И я вот хочу как раз такой какой-нибудь большой кардиган купить. Будет очень здорово смотреться. Конечно же, джинсы. Соседний кардиган без джинсов, он просто невозможен. В последнее время, в последние годы я стараюсь приобретать какие-нибудь классические прямые такие джинсы, да, с завышенной талией, чтобы они были прямые, плотные и хорошие. В общем, джинсы это тоже достаточно универсальная вещь. В моем представлении идеальные джинсы должны быть плотные, должны хорошо сидеть и не должно быть такой ткани, знаете, когда вы ходите и она прям вот мягкая становится, размокает, очень быстро форму теряет. Я терпеть не могу такие джинсы. Я всегда покупаю плотную ткань, которая будет держать вашу форму. И, в общем, я не знаю, как это объяснить, но это залог, мне кажется, вот прям классного такого внешнего вида, что у вас все прям, ну вот идеально просто подобрано. И качественные джинсы это только подчеркнут, несмотря на то, что вроде бы джинсы есть абсолютно у всех. Такие джинсы можно найти не обязательно в дорогих магазинах, но и в достаточно бюджетных, поэтому не думайте, что только в дорогих магазинах их можно будет найти. Вишенка на торте это берет. Я обожаю береты, ношу их регулярно, постоянно и осенью, и зимой. Берет, вы знаете, что я очень люблю французский стиль, я очень люблю такие романтичные образы, поэтому зачастую я ношу береты. То есть в большинстве даже случаев я надеваю береты, исключением составляют, например, какие-то очень, не знаю, заурядные дни, либо когда на улице становится так сильно холодно, что хочется, знаете, шапку надеть вот так вот на голову и ходить таким образом по улице. Берет это та вещь, которая вошла в мой гардероб уже много лет назад, я не знаю, лет 5-6 назад я стала постоянно с тех пор их носить. В этот раз я купила новый себе беретик, просто он более качественный, чем предыдущий, и вот с такой пимпочкой. До этого у меня был берет без пимпочки, и я поняла, что с пимпочкой мне нравится больше. Вот такая особенность. Друзья мои, на этом все. Обязательно напишите список ваших любимых вещей на осень, что составляет вашу базу. Мне будет очень интересно почитать, что находится в вашем гардеробе осенью. Это прям действительно очень интересно. Можете написать, я не знаю, топ-5 или тоже топ-10. Это прям, знаете, будет как такое домашнее задание посидеть и подумать над 10 вещами, которые составляют ваш гардероб осенью. Знаете, я вчера даже сидела, составляла список этих вещей, и это достаточно интересный опыт. Я поняла, что у меня не так много одежды, несмотря на бесконечные заказы и распаков, и поняла, как сильно важно уделять внимание именно базовым вещам, которые составляют ваш вот постоянный образ. Также не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на мой канал и заходите ко мне в инстаграм, ребят. Правда, там много интересного, я всегда вас там рада видеть, всегда благодарю вас за вашу поддержку, за ваши теплые слова, большое вам спасибо. Ну и все, я вас обнимаю, целую, увидимся в следующих видео. Не мерзните этой осенью, согревайтесь, я вас всех обожаю, всех люблю, целую, до скорой встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok